Недельный геймдев, 30 выпуск. Пройдемся сначала по горячим новостям, а потом кратко посмотрим остальные. Из главного на этой неделе это то, что разработчикам игр на Unity для закрытых платформ теперь нужна будет подписка Pro, и ее стоимость составляет 1800 долларов в год. В основном это коснется разработчиков под Xbox, поскольку Microsoft не выдает специальные лицензионные ключи в отличие от Sony и Nintendo. Это не особо большая проблема, так как разработчики под эту платформу и так имеют уже ключи, скорее всего, или лицензию Pro для Unity. Важнее факт того, что Unity пересмотрели условия. В свое время у Unity точно так же надо было приобретать ключи под отдельные платформы, но тогда Epic Games пересмотрели свой подход к лицензированию Unreal Engine, и в ответку Unity пришлось поменять свой подход. Еще занимательный факт, что это было анонсировано на закрытом форуме, при регистрации на который нужно подписывать NDA, и информация всплыла в итоге только на Гомосутре. Вторая важная новость на этой неделе это то, что Nvidia выпустила вторую версию книги Ray Tracing Games. Книга состоит из 50 глав по широкому кругу вопросов, связанных с трассировкой лучей. Там, как минимум, есть классная глава, связанная с Control, о том, как там реализовывали именно Ray Tracing. Цифровая версия книги доступна бесплатно, а все в примере, как обычно, можно посмотреть будет на GitHub. Редактор GameMaker Studio теперь доступен на Ubuntu, пока только в бате, но уже что-то. Другие Linux Distributive, к сожалению, не планируется вообще поддерживать. Вышел Flux Engine 1.2. Прошлого обновления прошло 4 месяца, но даже за этот короткий период довольно внушительные изменения. Во-первых, появилась поддержка физики транспорта, началась работа над поддержкой Nintendo Switch, появились встроенные средства для настройки мультиплеера, появилась поддержка AMD Fit Detective FX Super Resolution, куча различных оптимизаций, особенно по части Vulkan и DX12, ну и в целом очень много различных улучшений по части IP-шки. А теперь перейдем к более мелким новостям. Рендермен for Blender 24.1 теперь поддерживает актуальную версию Blender. Новая новость по поводу Gold.Dot и по части мультиплеера. Разработчики обещают, что в 4.0 можно будет собирать билд в Headless режиме на всех настольных платформах Linux, MacOS и Windows. Ну и уберут R-Set, останется только возможность через RPC-шки посылать запрос. Вышла новая версия Blender 2.9.3.2. Это обновление по большей степени состоит из хотфиксов, их там насчитывается более 50. 26 августа стартует Epic MegaJam, тема будет объявлена на стриме. Из призов RTX 3090, 3080 Ti, 3070 и процессоры Intel. Лас Дусе объединился с разработчиком Steam Database для создания технологии, которая автоматически определяет игровые движки в проектах. Эта штука прогоняет именно файлов из деподов игр в Steam, и на основании этого и каких-то шаблонов определяет, что это движок. Ну и очевидно, в силу подхода нет возможности определить все движки, к примеру, LibGDX. По работе со светом в Solaris в Houdini вышел бесплатный курс, он состоит из 5 уроков. Из интересности на этой неделе. Вышло подробное видео о Digital Foundry про глобальное освещение, что, зачем, почему. Это не какой-то технический разбор, в целом видео должно быть понятно и мимо крокодилам. Там в принципе рассмотрено, что такое глобальное освещение, что такое прямое освещение, непрямое освещение, как retracing симулирует цвет, что такое light map, то такое ambient color, куб мэпы и прочее-прочее. Из интересных находок полезный репозиторий, в котором собраны ссылки на различные материалы по Season and Distant Field. Если давно хотели изучить вопрос, то возможно стоит отсюда и начать. От Epic Games вышло новое видео по Nanite в Unreal Engine 5. Видео технических художников рассказывает про основные аспекты Nanite, которые вам необходимо знать, прежде чем приступить к работе. Вышла интересная статья про сравнение различных типов GPU. В ней рассматриваются графические процессоры с различным типом рендеринга, тайловые и те, что немедленно отрисовывают. Описаны плюсы и минусы, дополнительно рассмотрены, как они влияют на эффективность алгоритмов, таких как отрисовка карты теней. В блоге Unity вышла большая статья с советами от экспертов по части оптимизации графики и ассетов. Там очень много полезного и неочевидного. Сам пока читал статью, поймал себя на мысли, что про часть моментов лично забываю. К примеру, если не отключить акселерометр в настройках, то лишние ресурсы будут постоянно потребляться. В блоге Epic Games вышла статья, в которой довольно подробно обсмотрено, как анимировался и производился ринг робота из недавней демки Unreal Engine 5, ну и подробно рассмотренные инструменты, которые использовались при работе.